Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как мы кормим лошадей распорядок дня. Значит, лошадь у нас животное большое, стадное, табунное, не стадное, вернее, табунное. Вот, и в природе лошадь у нас кушает постоянно, когда она идет, значит, да, по полю, там, по лугу, лошади постоянно что-то жуют, постоянно что-то едят. Поэтому у лошади желудок маленький, и нам с вами надо тоже обеспечить питание, чтобы оно у нас было, скажем так, постоянное. Поэтому мы делим ее питание на несколько таких частей, скажем, такими лошадь у нас кушает небольшими порциями, но часто. Смотрите, основной рацион лошади состоит из воды, сена и овса. Прежде чем покормить лошадь, вы обязательно должны ее попоить. Если у вас нет автопоилок, то обязательно лошадь, перед тем, как накормить овсом, вы должны обязательно ее вдоволь напоить. Ну, где-то за раз лошадь может выпить ведро, может два, некоторые даже лошади и три, и четыре могут выпить ведра, если на улице, допустим, лето и очень жарко. Смотрите, как мы кормим лошадей. Значит, первое кормление, ну, рацион питания лошади у нас овес, сено и вода основной. Значит, мы делим таким образом. В 6 утра мы, значит, кормим лошадей овсом, а овса где-то дают примерно 2-3 килограмма за раз. Это уже в зависимости от вашей лошади, от ее размеров, от ее нагрузки. Затем где-то часов в 10, в 10-11 утра мы даем сено. Сено дается где-то килограмм 5. Потом где-то в час, в два лошадей кормят обедом. Также овсом, это овес. Не забудьте опять-таки лошадь напоить вдоволь, чтобы она у вас напилась и отказалась от воды. Затем мы даем ей сено, где-то часа в 4-5, тоже 5 килограмм. И потом уже у нас идет вечернее кормление овсом. Также поим водой перед овсом. Тоже надо напоить лошадь вдоволь. Значит, овес мы даем где-то часов в 8-9. Также, значит, потом можно на ночь дать сено. Это уже, смотрите, чтобы лошадь тоже ночью что-то кушала. Тоже можно килограмма 3, может быть, 4 дать сено. Вот таким образом мы делим питание лошади, так скажем, по частям, чтобы лошадь постоянно у нас что-то кушала, чтобы желудок ее не был пуст. Если это происходит, то у вас лошадь, например, долго не ест, а потом вдруг наестся, то это может вызвать колики. То есть, так скажем, лошади будет дискомфорт в кишечнике, и это очень может, как бы скажем, не очень хорошо закончиться. Поэтому, чтобы этого не было, советуем вам делить вот так вот питание лошадей. Значит, овса где-то дается в каждый раз, еще хотела напомнить, 2-3 где-то килограмма. Ну, смотрите, это от вашей лошади, от ее размеров, от ее нагрузки. Все индивидуально. Также можно заменять овес мюслими, также можно заменять гранулами специальными. Сейчас очень много, разнообразное все это питание идет. Как мы кормим лошадей, я вам покажу в следующем видео. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.